Девушки отдыхают Харьковский театр кукол имени Афанасьева – это удивительный мир, в котором вот уже больше семи десятилетий оживают куклы. И у каждой своя неповторимая история, свои казусы и свой характер. По крайней мере, так утверждают актеры театра кукол. Например, Алексей Рубинский, который еще в студенческие годы понял секрет кукольников от Бога. Мне кажется, что кукла может быть партнером. Она может как-то воспринимать какие-то мои желания, отвечать даже на мои желания. Она должна отвечать на желания того образа, который ты создаешь. При чем тут твои собственные желания? Тут они совсем ни при чем. Правильно, совершенно верно. Так, чтобы мои собственные желания лежали в плане этого самого образа. С желаниями образа не надо тут ничего придумать. Да, совершенно верно. Так вот, мне же надо искать подход к этой кукле. Значит, это уже, так сказать, удобность партнерства. Вот для этого нужно ее побольше покрутить в руках, прежде чем выйти с ней на шерму. Чтобы ты знал, что она умеет. Она очень много умеет. Скажем, она может питать ко мне какие-то чувства. Менялись времена. Менялся и Харьковский театр кукол. Но всегда в нем оставалось то, что делало его по-настоящему особенным. Я думал, так везде играют. Но приезжаю в какой-то театр, смотрю, нет, что-то не так. Не по Гнатченко. Приезжаю в другой, не по Янчукову. И так далее. Смотрю, вижу, вижу. И тогда я убедился в том, что в истории этого театра есть что-то, какая-то тайна. Ее никто не разгадал. Алексей Рубинский пытался разгадать эту тайну. И большой багаж его знаний воплотился в книгах об истории Харьковского театра кукол имени Афанасьева. И эта история удивительная. Приходя в театр кукол, заходя в музей, почему-то хочется перейти наш опыт. Наверное, чтобы услышать. Все, 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 все. Слышите? Слышите, как поблескивает магия. Посмотрите. Посмотрите, как ярко звучит настоящее волшебство. В этот музей не попадают случайные куклы. Место здесь надо заслужить. Завлит Харьковского театра кукол Александр Стогней знает удивительную историю каждого экспоната. И уверяет, равных этому музею в Украине просто нет. Уникальность музея как раз в том количестве действительно неподдельных, никаких-то там изготовленных мастерских или там купленных где-то приобретенных кукол, а в том отношении, что здесь хранятся именно театральные куклы, при том, есть такое красивое, умное слово, аутентичные куклы, то есть настоящие, которые действительно играли в спектаклях в разные годы, которые представляют на самом деле практически обзор всего 20 века театра кукол. А кое-что позволяет даже заглянуть и в 19-е. А если говорить о старейших куклах, то вот это, конечно, бесценный дар. Это дар, который преподнес в свое время сын первых советских кукольников Симоновича Ефимовых. Это начало 20 века. Это первые художники на самом деле, которые разрабатывали вообще тростевые куклы, которые их продумали. Вот у нас хранится 4. Куклы в мире-то, наверное, не больше десятков всего сохранилось подобных кукол. И, конечно, интересна пионерка Нюра, потому что по воспоминаниям Симоновича Ефимовой, из авторов, она в книге по воспоминаниям записки Петрушечника описана, как этой кукле, когда открылась пионерия, еще первая в советской России, приносили присягу дети. Притом приносили именно как живому человеку. Находясь в музее театра кукол, очень сложно договориться с самим собой и почувствовать тот момент, который здесь и сейчас. Конечно, уносишься в глубину истории. А именно на моменте здесь и сейчас настаивала главный режиссер театра кукол Оксана Дмитриева. Театр – это возможность проживать тысячи разнообразных жизней, потому что мы делаем один или другой спектакль, но так или иначе мы оказываемся в другой реальности, мы пытаемся понять, натянуть на себя чьи-то другие судьбы, и вот это другое измерение. Конечно же, я очень люблю театр, я очень люблю наш театр с невероятно талантливыми людьми, которых я благодарна судьбе, что попала в этот мир, в мир Харьковского академического театра кукол. Здесь я уже практически восемь лет. Расскажи-то лучше про преданное вновь. А преданное – каменный дом в московской части о двух этажах. Уж такой прибыточный, что истинное удовольствие. Один лобазник дает семьсот салавочек. Хоп! Дерной погреб тоже большое общество привлекает. Дерной погреб. Дерной погреб. Тепла, тепла, ты это, про Клигеля расскажи. Два деревянных Клигеля, один совсем деревянный, а второй на каменном фундаменте. Как и трепу, четыре статахода переносит. А, а не этот, как его, огород. Огород на губорской стороне, третьего буду купец нанимал на капусту. И такой купец трезвый не берет хмельного в рот. Друг сыновей имеет, друг уж поженил. А третий говорит, что он молодой, пусть в лампе посидит, чтобы до конца шла полета. Когда работаешь с хорошей литературой, хочется ощущать присутствие автора. Вот так и как мы с художницей с Натальей Денисовой, когда только садились придумывать этот спектакль, как-то смешно освещение было в кабинете, где мы работали. И как будто на шторах вдруг показался профиль Николая Васильевича Гоголя. Ну, это, вот знаете, такие вот игрушки, которые радуют. Ну, а еще мы кукольники. Мы любим замечать эти вот какие-то странные штуки. Это, ну, вот как бы наша природа. Поэтому, ну, мне бы хотелось, чтобы в спектакле Гоголя был ощутим гоголевский мир, язык, его восприятие мира. Хочется понимать автора. Ну, и, конечно же, через автора, через его текст понимать и себя, и рассказывать о себе. Ну, вот так мы и сочиняем спектакль вместе с художником, вместе с актерами. Быстро за дело берешь, как будто, в самом деле, уж свадьба. Как будто откладывать, ты же согласен. Я? Да я еще не совсем согласен. Ты же сейчас объявил, что хочешь. Да нет, я сказал, что не худо было. Постой, как не худо? Что значит, мы же... Тебе что, погоди, не нравится женатая жизнь, что ли? Женатая, нет, женатая нравится. Ну, так зачем дело стало? Да дело-то ни зачем не стало, но как-то странно. Что странно? Ну, вот странно как-то. Был неженатый, а теперь друг женатый. Здесь очень много Питера, моего личного впечатления от Питера. Несмотря на то, что он очень-очень разный, очень-очень любимый, ну, по моему личному восприятию, он очень серебристый. Вот, но в этой истории мне казалось, что, вот, ну, я очень люблю старую мебель, теплую, уютную, прожитую, какую-то выбравшую в себя очень много-много каких-то событий. Здесь много теплоты, очень много человеческого, как, собственно, в самом городе Питере. У нас сейчас идет момент такой, ну, мы накапливали энергию все эти, там, несколько месяцев, пока репетировали, сейчас мы ее выдали, и вот сейчас идет такое некое опустошение хорошее, творческое. Поэтому, признаюсь честно, у меня даже мор, мой дар Краснобая и, так сказать, сейчас просто отдыхает. Я даже не могу... Николай Васильевич моими устами сказал все, я даже не знаю, что еще можно добавить. Актеры уверяют, спектакль рождается только тогда, когда его впервые видит зритель. В Харьковском театре кукол имени Афанасьева знают. Таких любителей театра, как харьковчане, еще надо поискать. Что же дальше-то было, а? Через час после того, как она ушла, ко мне в окно поспучали. Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забудет меня. В Харькове очень талантливый зритель. Ну, правда, потому что, ну, это единственный театр на Украине, я бы так сказала, где есть такой солидный взрослый репертуар. И где есть такой солидный, умный, замечательный зритель, который приходит, ну, вечерами в пятницу, в субботу смотреть спектакли театра кукол для взрослых. Это большая радость и большая честь для города и для страны. Замечательный наш друг театра Анатолий Якубов, он говорит, где еще на Украине можно найти такого талантливого зрителя. Харьковский театр кукол имени Афанасьева один из немногих в Украине, который имеет звание академического. Директор Владимир Решетняк признается, получить это звание непросто, а соответствовать ему еще сложнее. Но харьковским кукольникам все по плечу. Благодаря их таланту и самоотдаче театр кукол первой столицы может похвастаться самым большим в Украине репертуаром вечерних спектаклей для взрослых. Нас проверяли по полной программе, как полагается. Вот смотрели наш и уровень вечернего репертуара, и детские спектакли, и состояние самого театра, помещения, материальная база. Ну, во всяком случае, как бы тут такая серьезная оценка была. Потом уже как бы это все на конверт было поставлено. Ну, вот мы были первыми, которым действительно предъявили серьезные требования. Мы оказались в соответствии с этими требованиями и получили такой статус. Пытаемся его отстаивать и с года в год держать марку Харьковского театра кукол. Ну, я тружусь в этом коллективе 35-й сезон и знаю все его этапы. И мне кажется, что театр все-таки продвигается, и у него свой стиль. У нашего театра свое лицо, свой репертуар, несравнимый с другим, так сказать, коллективом. Мне в обиду будет сказано другим. Взрослый зритель в театре кукол имеет возможность воспринимать жизненные истины через детскую непосредственность и открытость, которые побуждают в нем актеры-куклы. Ведь кукла всегда обращается к чему-то заветному, близкому, таинственному, к ребенку внутри взрослого человека. В Харьковском театре кукол и меня Афанасьева прекрасно это знают, поэтому в планах много новых, удивительных и захватывающих постановок как для взрослых, так и для детей. Мастера-кукольники трудятся над созданием новых кукол-шедевров. Режиссеры в поисках новых актуальных тем, а зрительный зал в ожидании любимой публики. Редактор субтитров А.Семкин